Здравствуйте, друзья! С вами Роберт Грислис. Мы говорим про Айурведу. Серьезную тему хочу взять сегодня с вами. Часто вы, наверное, слышите, что Айурведа, древняя наука, что она борется с причинными заболеваниями, а не с их следствиями, действует глубоко, что нужно приводить в порядок стихии вата-пито-кафы, трех дождь вата-пито-кафа. Но часто задают мне встречный вопрос, почти постоянно, говорят, ладно, все эти вата-пито-кафы это хорошо, древние системы это хорошо, но вот есть конкретный диагноз, вот есть заключение врача, вот есть фотография, вот есть сканирование и диагноз установлен точно. Что в этом случае делать? Вот, к сожалению, тут без вата-пито-кафы никуда не денешься. И я попробую вам сегодня это объяснить и показать на примере конкретного заболевания. Одно из наиболее частых заболеваний, которые мне задают вопросы, это женское заболевание эндометриоз. Чтобы понять, что это такое, надо немножечко вспомнить терминов. Для медицинского понимания нужно вспомнить термины из латыни и из древней Греции. Для юридического понимания нужно чуть-чуть понимать в санскриптской терминологии, потому что в этой терминологии часто заложен смысл, более глубокий смысл тех процессов, тех органов, тех нарушений, то, что присутствует у человека. Итак, эндометриоз. Что означает это за слово? Три части эндометриоз. Центральная часть метрос, это на древнегреческом означает матка. Эндо означает внутренность. Оз, великий, ужасный оз. Приставка оз означает, что речь идет об патологических изменениях и особенно с патологическими изменениями, связанных с разрастанием тканей. То есть внутренняя оболочка матки, она поменялась, она изменилась в размерах и выходит за рамки того местоположения, которое ей введено. Это западная концепция. Индийская концепция, юридическая концепция, основанная на древних знаниях, называют матку гарбха-шаая. Гарбха, это означает плод, зародыш, иногда это означает яйцо, и главное, что это источник жизни, источник существования и иногда даже источник всей Вселенной. Большой взрыв, древние тексты называют как хиранья гарбха, золотой зародыш, золотое яйцо. Гарбха-шаая, приставка шая означает вместилище. То есть смысл в том, что матка является местом, куда может поместиться зародыш, куда может поместиться будущая жизнь. Такое значение уже заложено в самом названии. Далее, внутренняя оболочка матки, эндометрий, определяется как мула, то есть источник раджа-ваха-шротас, источник цикла, источник женского цикла. Женская система называется артава, артава-ваха-шротас, и эндометрий является корнем этой артавы. Корень артава происходит со слова риту, что означает сезон. Сезоны, времена года называются риту. Смысл матки, смысл внутренней ее оболочки в том, что она функционирует по сезонам. У нее есть сезон, когда идет кровь, сезон, когда она насыщается, сезон благоприятный для того, чтобы зародить в ней новую жизнь. Вот такой, как бы, сокровенный смысл. Это внутренняя оболочка. Чем она может заболеть? Заболевание, появление три основных источника. Вата, пита и кафа. Какая душа может проникнуть? Эти вата, пита и кафа, они являются источником, как бы сказать, основой всего живого. Они выполняют каждую свою определенную функцию, когда они в балансе, они внесут каждую свою функцию, а когда они в состоянии нарушения, они могут принести каждый свой вид заболевания. В матку может проникнуть любая из этих трех дож, может быть, вата, пита или кафа. Давайте это рассмотрим. Если проникает вата, вата – это воздух. Воздух, он высушивает. Воздух, он уменьшает в размерах. Воздух, он создает, вата создает спазмы. Воздух он охлаждает. Если вата, душа проникла в артова, душа в место, где находится внутренняя оболочка, то цикл, там могут быть спазмы. Перед началом стыкла могут быть спазмы, так называемый ПМС. Начало потока крови, оно может даваться с болью. Может ли она вызвать эндометриоз? Нет, не может. Эндометриоз – это разрастание тканей. Вата, душа – это усыхание тканей. Вата, душа, может вызвать раннее наступление именно паузы, увядание лихичного цикла, ну и боли, как я уже сказал. Может ли эндометриоз вызвать кафа, душа? Вот, кафа как раз таки может. Кафа – это увеличение роста тканей. Это, опять-таки, холод. Это состояние вялости, состояние медлительности. Кафа создает медлительность. Ткани могут увеличиваться в размерах, разрастаться тканей. Цикл от этого будет, как бы, идти более медленно. Он будет, количество крови будет меньше, и оно выделяться будет дольше. Вот, вата, это, то есть, кафа, душа – это такая вот инертность, это вот такая вялость, это такое вот разрастание, потому что, поэтому вот кафа, душа, как раз таки вызывает эндометриоз. Может ли эндометриоз вызвать пита, душа? Пита – это огонь, пита – это ощущение тепла. Если это в норме, это тепло, если это в избытке, это жжение. И пита присутствует в крови. А эндометриоз создает как раз таки менструацию, как раз таки кровотечение. Пита-доша тоже может вызвать эндометриоз, но это будет эндометриоз совсем другого типа. Ткань эндометриум будет, как бы, более агрессивной, более горячей. И истечение крови будет происходить интенсивно и с избытком. Много крови может выходить, раздражительность может быть, болезненность может быть во время самого цикла, чувство жжения, чувство раздражительности. Итак, что мы имеем в сухом отдаш? Остатки есть три доши вата пита кафа, вата доши эндометриум вызвать не может, а пита и кафа могут. Нарушение кафы в эндометрии будет называться эндометриозом и нарушение питы в эндометрии может, будет называться эндометриозом. С позиции западной медицины это одно и то же заболевание. С позиции айурведы это два разных заболевания. Классификация западной медицины, она главным образом уделяет внимание на то, если эндометриум увеличивается, разрастается, в каком направлении он разрастается. Там наружу, внутрь проникает мышцы матки, наоборот, выходит наружу, что его может видеть. Вот, и прежде чем приходить к какому-то лечению, к профилактике, неплохо бы разобраться, какая из стихий нарушена, и сколько тогда можно что-то назначать. Вот, как ни крути, без ваты питы кафа мы никак не разберемся. Если разберетесь, можем порассуждать о том, что может айурведа для этого использовать. А на сегодня пока все. До свидания.